Рекордные урожаи, внедрение передовых технологий, высокий уровень развития сельхозпредприятий региона. Брянской области есть чем гордиться. В этом году новые достижения и новые лидеры. Брянская область показала, что сельское хозяйство может быть прибыльным, привлекательным для молодежи, мощным драйвером экономического роста. Благодаря нашим совместным усилиям мы готовы обеспечить национальные цели развития Российской Федерации на ближайшие 6 лет, поставленные президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путином в майском указе 2018 года. А именно создать обрабатывающие промышленности в промышленном комплексе высокопроизводительную экспортно-ориентированный сектор на основе современных технологий и с высококвалифицированными кадрами. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте выросла с 7 до более чем 17%. Увеличилось производство зерна, мяса, сыров. А по производству картофеля Брянская область – лидер в стране. В этом году в хозяйствах региона собрано около 2 миллионов тонн зерна. Мясо производится в 4 раза больше региональной потребности. Рекордсмены не только сельхозпредприятия, но и работники отрасли, благодаря которым удается достигать столь высоких результатов. От всей души благодарю всех комбайнеров и назову имена наших рекордсменов. Медьков Дмитрий Александрович, который намолотил 8 370 тонн зерна. Буравлев Александр Викторович из его дружбы Брянского района – 7580 тонн зерна. Им охотен Сергей Александрович, также из дружбы 6400 тонн зерна. Вы знаете, когда я читаю эти цифры, вспоминаю свою молодость, когда я начинал работать в совхозе Берновическом, где намолот зерна было не больше 3000 тонн, а комбайнов было больше 20. То есть сегодня один комбайнер на российском комбайне Тором-750 намолотил в 3 раза больше, чем самый крупный совхоз тогда в Брянской области. Глава региона наградил лучших сотрудников и руководителей сельхозпредприятий. Вручены серебряные медали за вклад в развитие агропромышленного комплекса. Впервые прозвучали имена заслуженных работников сельского хозяйства Брянской области. Благодарственным письмом президента Российской Федерации награжден Георгий Лобус, генеральный директор агрофирмы «Красный Октябрь». Я думаю, что это не то, что получили в этом году и на этом остановка. Я думаю, что Брянщина в этом плане на половине пути, а большие дальнейшие достижения Брянщины наших людей, нашего народа, нашего руководства – это завтрашний день. Я всех поздравляю вас с праздником здоровья, добра, счастья, благоденствия вам, вашим семьям. В первую очередь это заслуга людей, в первую очередь. Это благодаря труду, труду наших сотрудников, которые с душой относятся к своей работе. На сегодняшний день наши два предприятия наполотили больше 80 тысяч тонн зерна. Ну, то есть, если сравнивать, как бы, наверное, среди крупных предприятий, то мы одни из крупных, если объединить два района, два предприятия. Ну, и, как бы, несмотря на засушливое лето, мы получили хороший урожай подсолнечника. Лучшим районом признан Стародубский. Приз от губернатора «Золотой колос» в этом году получили три крупных предприятия – «Колхоз Прогресс», «Бежицкий хлебокомбинат» и «Меленский картофель». Это совокупность нескольких, так сказать, факторов. Определенная система, то есть технологии, современные средства защиты растений, современная техника, навигационные системы, схема обработки, применение удобрений, современных семян. Ну, и, соответственно, это все будет работать только при хорошо налаженном и слаженном коллективе. Особое внимание в праздничный день, конечно, простым работникам сельского хозяйства. Комбайнеры, ветеринары, операторы машинного доения, зоотехники, агрономы получили почетные грамоты, медали, благодарственные письма и ценные подарки. Брянщина действительно сегодня делает рывок. Сегодня дни поля проходят на территории аграрного университета. Это авторитет университета, но самое главное, что наши ребята, которые учатся в этом университете, видят, как надо заниматься сельским хозяйством. Награды за успехи в развитии сельского хозяйства и рекордные урожаи. В этот день получили десятки работников агропромышленного комплекса. На будущий год предприятия ставят перед собой новые задачи. Увеличение посевных площадей, внедрение новых технологий, приобретение современной техники. А это новые успехи и новые достижения аграрной отрасли Брянщины. Екатерина Зойдина, Игорь Винничук. События. Выгонческий район.